всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня у нас с вами будет видео обзор на вот такой вот роллтон картофельное пюре с сухариками здесь у нас е добавки 4 штуки состав большой как всегда масса 40 грамм даже не 50 40 вот тут какая-то акция акция таратата вот читать акцию мы не будем больно посмотрим что у нас находится внутри фотографию состава я вам предоставлю в конце ролика вы посмотрите потому что читать я это не буду просто запутаюсь а тут больше ничего нету даже нет никаких не мешочков ничего и так так мало тут видимо сухарики сухарики видимо сейчас жесткие и все я что-то думал что там не знаю какой-то мешочек будет а тут вообще ничего нету вообще ничего нету сейчас мы с вами зальем его кипятком так чуть-чуть подвину подальше от камеры запотело и доливаем до краев накрываем и накрываем тарелочкой так что она была ровненькая не посмотрела я только сколько ее настаивать он стоять будем настаивать минут пять наверно где-то вот запах кстати пошел какой-то странный в меру вонючий и в меру какой-то то ли базиликом пахнет то ли вот что-то типа такого за может быть это запах пластмассы то что пластмассовый стаканчик так ну вот у нас пять минут прошло пока проходило пять минут я вдруг вспомнила что вроде бы когда заливаешь горячую воду нужно перемешивать сразу я их практически не ем и поэтому не знаю даже как правильно делается вот но я знаю то что мне никогда не нравилась картошечка такая вот и как бы по вкусу и то что она остается сыраем мы ее посмотрим что у нас тут стало не перемешивая вот они сразу сухарики появились вот конечно честно я считаю то что сухарики должны быть все таки отдельно в мешочке человек должен сам решить хочет он его добавлять или не хочет потому что лично я всегда ем без сухариков я не очень люблю может быть конечно есть продается по отдельности сухариками и без ну да вот принципе как я и говорила где надо перемешивать сейчас мы будем наполовину сырая в этот раз еще нормально горячая она такая кошмар сейчас кстати даже продают магазине такое такие пюрешечки картофельные только в мешочках таких вот кому допустим картофельный пюрешек делать лень в поезде да в поезде кстати такое можно такой вариант ну смотрите ничего так нормально сейчас стало может и воды побольше добавила а раньше я помню прям наполовину была не перемешана нет не перемешана воды вода плохо туда доходила давайте наверно так верхушечка уже остыла я смотрю вместе с сухариком вот он тут внутри сухарик сейчас мы попробуем горячее да она такая нежненькая принежная мягкая вот такая на вкус обычный роллтон естественно не натуральная не знаете даже на вкус как чипсы если ее наверное эту картошечку хорошо замесить в виде куска теста то в принципе можно сделать картофельные чипсы кстати интересная идея напишите в комментариях кто хочет попробовать из сделать из картофельного такой вот картофельные пюрешки тесто и сделать из этого теста чипсы попробовать сделать кто хочет напишите в комментариях или на почту вконтакте если хотите вот и мы с вами попробуем мне даже стало интересно я люблю экспериментировать я люблю пробовать придумывать разные рецепты очень люблю в принципе картофельные чипсы делаются таким же способом мягенькая сухарик такой маленький мягенький очень вкусно мне кажется даже вкус немножко получше чем лет пять назад когда я первый раз попробовал а мне вообще не понравилось что-то непонятное было мы пробовали в поезде мне даже есть не хотелось он тут мне понравилось как там любят делать так вот она в принципе довольно беленькая желтенькая с ними горячая только сухарки есть там довольно мало какая-то зеленушечка там увидите вот кушать можно иногда но я добавку я добавлю да их там четыре штуки состав конечно же там огромный вот гораздо проще приготовить конечно самим дома но в поезде не готовишь вот на сегодня это все с вами был был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока